Панорманы, витание вам, приветствую вас. Приветствую, желаю здоровья. Вам тоже крепкого здоровья, Панорманы. Вот аналитики Forbes пишут, что успех ВСУ в сбитии российских самолетов может быть связан с использованием ракет Patriot и Naysom, а также слепыми зонами после потери самолетов А-50. В статье говорится, что часть установок Patriot могут устраивать засады на самолеты, после чего быстро передислоцируются. При этом, возможно, и используя другие установки, на что указывает расстояние от метра пуска ракет до поражения цели. Отмечается, что Украина могла задействовать для этого сразу несколько систем, например, С-200, Patriot и Naysom для снижения рисков дальнейших бомбардировок со стороны российской армии. Вот, учитывая важность вот этих систем, в частности Patriot и Naysom, возникает вопрос, а получится ли у нас продолжить вот такое успешное сбитие птичек, вражеских, учитывая, что и патриоты у нас сейчас и Naysom, судя по всему, заканчиваются. Где их дальше брать? Ну, они всегда заканчиваются, если идет, допустим, серьезная отработка направлений. То есть понимание процессов есть, заказы однозначно есть. Российская авиация сейчас увеличила количество самолетов и вылетов, потому мы их избиваем больше. Это как раз прямое следствие попыток россиян забросать нас авиабомбами. Им приходится использовать больше самолетов, значит, мы их больше будем сбивать. А количество ракет, понятно, напрямую зависит от возможности наших союзников, но они же не одни у нас. То есть поставки ракет идут от нескольких и производителей, и нескольких стран одновременно. Поэтому, я думаю, этот вопрос как раз будет решен. Ну, то есть он решится. По поставкам вопрос использования. Действительно, С-200 используется, используется С-200, используется на Самс, используется тот же Патриот, блуждающий, так называемый СМПТ, однозначно выполняет свои боевые задачи. В зависимости по дальности, это вот как минимум 4 зенитно-ракетных комплекса. Потому в зависимости от дальности, в зависимости от количества боеприпасов, они будут добавляться. Я думаю, с этим как раз проблем не будет. Ну вот, по поводу Авдеевки, продолжаем подбивать, собственно, итоги. Потерь и Нью-Йорк Таймс пишут, что за 4 месяца в Авдеевке Россия потеряла больше солдат, чем за 10 лет в Афганистане. По словам автора статьи, битва за Авдеевку стала одной из самых кровавых. Российская команда спешила со взятием города до выборов. Президентой сознательно уставила мясные штурмы. Ранее командующий оперативно-статегической группировкой войск Таврия Александр Танавский заявил, что потери российских войск в Авдеевке превысили 47 тысяч человек. Но опять-таки, тут нужно понимать 47 тысяч, что это за цифра, включая для них также выбывших, я имею в виду, 300-х, да и может быть даже 500-х. Непонятно, сколько на самом деле погибло тогда советский солдат в Афганистане. Это тоже считается заниженной цифрой, которую давал во всем и всегда врущий Советский Союз, Советское правительство, разумеется. Но, тем не менее, эти мясные штурмы имели место. Их даже сравнивают с тактикой ведения войны Японии во Второй мировой. Все-таки, учитывая способность и рекрутинга, и деньги у Путина платить за контракт до миллиона рублей, население Российской Федерации, можно ли сказать, что все-таки эти мясные штурмы являются рациональными? Ну, большие потери. Для нас они точно нерациональны. А россиян, у россияниш не пытаются, то есть они не считают российское это мясо. Дело в том, что у них каждый террорист, он как патрон используется. Вот надо, сколько надо патронов или сколько надо россиян для того, чтобы, допустим, взять авдеев. 50 тысяч, вот 50 вам тысяч патронов уничтожайте, возьмите авдеев. Вот так работает жуковский подход, он до сих пор в российской армии один из таких основополагающих. Вот так работает жуковский подход, и по-другому он работать не может и не будет. Потому нам надо понимать то, что россияне могут без проблем расставаться с десятками, а то и сотнями тысяч жизней российских террористов. Надо, значит, принимать это во внимание и находить механизмы такого уничтожения российских войск. То есть механизмы мы уже использовали, мы уже видели их. Это кассетные боеприпасы, это достаточное количество снарядов, это большое количество беспилотников. То есть эти механизмы, которые могут остановить или привести к уничтожению того количества, которое будет выделено для выполнения какой-то боевой задачи. Механизмы есть, их надо просто запускать. Пан Романов, вот тут у меня была сейчас секундочку, я хочу открыть информацию по поводу дальнейших планов врага на Авдейском направлении. Некоторые села уже взяты, и, судя по всему, это очевидно, враг пытается масштабировать свой успех, особенно учитывая, что у Украины снарядный голод. И в Конгрессе до сих пор идет эта вся возня между администрацией и Майком Джонсоном. И вот от Таврии, собственно, мы сейчас слышим, это представители стратегической группировки войск Таврия, что каскад водохранилищ поможет остановить врага Западной Авдейки. Пан Романов, вы как земляки, и вы как земляк, которые не просто выросли там, но и успели повоевать, позащищать Донбасс. Расскажите нам о топографии, вот то, что предстоит преодолеть врагу после этого населенного пункта. Ну, западнее Авдеевки, западнее Песок, находятся действительно там, было несколько рек, которые сливались воедино, они были запружены, были созданы водохранилища, их несколько действительно, одно основное, Карловское, чуть южнее Кураховское водохранилище, соединено они, они соединены реками, такие болотистые места, и по большому счету, а дальше западный берег высокий, несколько десятков метров превышения, это такие хорошие господствующие высоты, целая гряда, причем она идет, если смотреть с севера на юг, от Очеретина, это юго-западнее Авдеевки, от Очеретина, западнее Карловки, в районе Курахова, западнее Курахово, и дальше спускается на юг. Вот эта гряда, это одна из основных таких линий обороны, еще одна линия обороны, первая это в районе Донецка была, та же Авдеевка, Маренко, а вторая это вот эта линия обороны, которая вторая серьезная линия, которая еще с помощью географических некоторых моментов, я их уже рассказал, из-за перепада высот, высокого западного берега, болотистых подходов к рекам, самих зеркал, зеркала водные глади, водохранилища друг за другом, они однозначно остановят практически любое поползновение россиян. Но они по большому счету и не сильно рвутся, то есть исходя из тех сил и средств, которые они скопили на выполнение наступательных действий в районе Донецка, даже по расчетам таким формульным, их хватит, по их расчетам, они рассчитывали, их хватит именно до этих водохранилищ, они сами остановятся. То есть их расчеты, исходя из количества боеприпасов, сил, средств, которые у них есть, вот они где-то до этого уровня и пытаются нас додавить. У нас задача, конечно, остановиться раньше, то есть перехватить их раньше, уничтожить, сточить весь этот наступательный потенциал задолго до этих основных рубежей. Нам будет проще потом возвращаться обратно. Ну вот в этой же статье приводятся слова младшего сержанта батальона беспилотных авиационных комплекса 3-й штурмовой. Анатолий Никитинов пишет, что да, есть пехотные, также полевые укрепления, которые позволяют эффективно обороняться от пехоты артиллерийской компонентной, но при этом он признает, что противник имеет и применяет сейчас тактику, против которой фактически нет противоядия, увы. Это удары, корректируемые авиабомбами по 500 кг взрывчатки, это также приводит к воронкам 5 метров глубиной. Судя по всему, врага хватает таких авиабомб? И я так понимаю, и Авдеевку-то они взяли благодаря десяткам таких ударов по городу? Сотням, не десяткам, а сотням там, да, до полутысячи кабов было сброшено по направлению Авдеевки в этом районе, до полутысячи. Это сотни кабов, это 500-килограммовые авиабомбы, то есть свободно падающие авиабомбы, которые россияне преобразовали в планирующие, так называемые, с помощью определенных механизмов, крылышек, которые мы видим иногда. И они с этих свободно падающих авиабомб сделали корректируемые, планирующие с дальностью 50-70 километров. Вот именно ими они практически разрушили наш укрепрайон в районе Авдеевки. Дело в том, что авиационные компоненты, авиационные авиабомбы в достаточном количестве разрушат любой укрепрайон, вот любой. Сколько бы вы ни строили, сколько бы вы ни заливали, все будет зависеть от того, сколько авиабомб будет сброшено на этот укрепрайон. Вот и все, прямая зависимость. Потому мы дали возможность россиянам в этом смысле, то есть начали их отминусовывать, уничтожать уже после того, как отошли от Авдеевки. Надо было это делать раньше, но, скорее всего, были к этому определенные причины, раз не могли развернуть блуждающий патриот по этому направлению. Но тем не менее, то есть с помощью авиационной компоненты россияне разрушили укрепрайон, нам пришлось его оставить. Как до этого они разрушили тот же Мариуполь, тот же Северодонецк, тот же Бахмут, ту же Марьинку под Донецком. То есть механизм примерно одинаковый, либо с помощью артиллерии, а в основном с помощью авиации уничтожаются, еще раз повторюсь, любой укрепрайон, там только дело времени, когда войскам придется его покидать. Ну вот, жаркие дебаты разгорелись на Западе после заявления Макрона о возможном введении военного контингента в Украину. Опять-таки, нужно тут сразу же умерить пыл наших зрителей, слушателей, что тут не шла речь о войск НАТО. У Франции есть свои войска и свой международный контингент, который они активно используют, в том числе и на африканском континенте. Так вот, координатор Совета на безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут отправлять своих солдат на войну, что Байден был абсолютно четким относительно этого с самого начала. Также тут, разумеется, и кинулся уверять Олаф Шольц, по сути, Кремль, что никаких войск в НАТО в Украину не будет. И тем не менее, знаете, вот в его речи Макрона, он упомянул такое понятие, стратегическая неясность. Я правильно употребляю это на русском панорамане? Есть такое понятие, и я не понимаю, почему в условиях, когда Путин не открывает свои карты и вообще угрожает, в том числе через своих фасипак, таких медведев, вообще ядерным Армагеддоном всему миру, западные чиновники, лидеры одни за другим просто постоянно уверяют Путину, что ничего, мы в войну вступать не будем, не переживай, у нас есть красные линии, вы их вот так жирно начертили. Мне кажется, это немного неправильно. Ну это приглашение к дальнейшему движению, вот и все. То есть мы же это видели прекрасно, когда перед вторжением россиян на 2022 году, полгода, как минимум, если не больше, все натовские и штатовские, Байден в том числе, говорящие головы, практически приглашали россиян, рассказывая чуть ли не каждый день, что если нападешь на Украину, то мы вмешиваться не будем. Вот как бы ты ни напал на Украину, мы вмешиваться не будем. Ну когда ты уже нападешь на Украину, мы же не вмешиваться не будем, мы же тебе сказали. То есть вот в таком режиме практически заводили российскую армию на украинскую территорию. Вот то же самое сейчас некоторые говорящие головы, европейские, та же самая риторика. То есть приглашают к дальнейшему движению не более того. Но не все, по крайней мере, определенное количество уже поняло, к чему приводит такая риторика. И в конце концов у них также возникают проблемы, они никуда от этих проблем не денутся. Потому я думаю, дойдет плохо. Вот плохие у них, скорее всего, мокрые фитили. Догорает очень долго до некоторых этих говорящих европейских голов. Но основные, по крайней мере, те, которые принимают решения, или те, которые могут себе позволить принимать решения, это те же французы, те же британцы, у них риторика совсем другая. Потому здесь уже можно понимать, кто самодостаточный руководитель и самодостаточный страны, в том числе в военном, а кто просто к чему-то прилип в режиме какого-нибудь микроорганизма и не более того. Они сами себя подсвечивают. Мы это понимаем прекрасно. Прекрасно понимаем, но нам своей рубить. У нас задача уничтожить российскую армию на нашей территории. Чем мы и занимаемся на данном моменте. В это же время газета Financial Times пишет, что в Украине уже есть иностранный контингент. Все знают, что в Украине есть западный спецназ. Он просто не признан официально. Об этом говорит собеседник издания. При этом он не уточнил, какие именно страны направили своих спецназов в зону конфликта. Я думаю, что даже невооруженным взглядом, гуляя улицами Киева, заходя в некоторые места, в рестораны, бары, последние два года можно было увидеть таких разных иностранцев, миссия которых указывала на то, что они могли быть как минимум в роли каких-то военных советников. Но опять-таки официальной информации нет. Что можно, по крайней мере, заключить на данный момент? Что вам известно? Главное, чтобы у них не было единой миссии проверять рестораны и бары Киева и возвращаться обратно. Надеюсь, что у них была и боевая миссия в том числе. А сейчас из реалий. У нас до двух десятков тысяч в иностранном легионе иностранных военнослужащих, только они могут быть уже отставники, ну неважно, то есть рекрутов, до 20 тысяч. Потому нет ничего страшного или необычного в том, что у нас достаточное количество иностранных подданных выполняют задачи боевой, то есть выполняют боевые задачи, как минимум, в иностранном регионе. А есть еще другие механизмы, как привлечь или как выполнить то поставленное или то расписанное боевое распоряжение, которое получают эти военнослужащие в чистом виде, либо бывшие военнослужащие. Это неважно. Главное, что они умеют держать в руках оружие и помогать нашим войскам уничтожать противника. Главное, ну и вот информация о том, что НАТО нейтрализует Калининград, если Россия бросит вызов Альянсу. Об этом сказал посол Литвы Швеции Линас Ленкевичус. Он отметил, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса. Вот когда мы говорим о том, что Россия может бросить вызов Альянсу, собственно, тут, наверное, мы говорим сейчас про Суваловский коридор. Да или нет? И вообще, как НАТО может нейтрализовать Калининград? По сути, просто окончательно отрезать эту область от России. Она же так как бы является анклавом. Эксклавом, простите. Эксклавом, да. Это эксклав, прижатый к морю. А он, да, действительно прижат к морю Литвой и Польшей. И пройти к нему можно километров сто-то по так называемому Суваловскому коридору. Но эти сто километров же надо пройти. Если представьте себе, целый год, самое лучшее подразделение российской армии, террористическая организация, Пригожинская, так за целый год прошли 30 километров. На них работала вся российская армия. Практически все силы и средства работали на это продвижение от Попасной до Бахмута. Так 30 километров. Так а сколько они 100 километров проходить будут? В три года. Так это только украинская армия им противостояла. А там же будут противостоять серьезные армии и польская, и немецкая, ну, естественно, стран Балтии в том числе. И однозначно все страны польского полуострова точно подключатся. Ну, в североевропейские страны, тем более. То есть вопрос будет решен с российскими потугами движения там в Калининградскую область, в Кёнигсберг, а там уже кто-то, кто Кёнигсберг, кто Крулевец, то есть либо германский это город, либо польский. И литовцы тоже видят его своим городом, потому там у них еще раздрай начнется, как его делить после развала Российской империи. То есть это, в принципе, невыполнимое действие абсолютно. 100 километров пройти невозможно российским войскам, тем более это же заходить в Белоруссию. Ну, то есть это процесс еще переброски войск из России в Беларусь, потом с Беларуси, и вы же представляете, не только Калининградская область починит в БОЗе как формирование, а еще и оккупационный режим Лукашенко починит в БОЗе, если начнется это движение. Никто же ему не простит, как простили заход российских войск в Бучу через Беларусь. Ну, тоже непонятно, почему простили, потому что конкретно он участник, лично Лукашенко участник этого процесса убийства тысяч наших граждан в Буче и в Иркне, и вообще на севере Украины. Потому к нему этот момент однозначно надо не забывать, и к нему его предъявить в свое время, если останется жив. То есть механизмов выхода на Калининград абсолютно никаких у россиян нет. Поэтому, я думаю, такая ложная тревога сейчас у наших партнеров по поводу Калининграда. Панарманов, вы сказали про стиля Лукашенко. Вы сейчас имеете в виду Украину или страны-члены НАТО? И что можно было вообще сделать? И, может быть, нужно и сейчас сделать, особенно учитывая, что в последнее время он опять активизировался, и также присоединился к таким общим российским угрозам ядерного Армагеддона? Ну, исходя из того, что никто против него не завел уголовных дел, так все простили. Ну, мы так точно, у нас, по-моему, там еще и есть какое-то дип-представительство до сих пор с Беларусью, непонятно почему. Вернее, не с Беларусью, а именно с этим оккупационным режимом. Что происходит, непонятно. То есть есть вопросы к нашему военно-политическому руководству. А как так? Через Беларусь, а это однозначно Лукашенко был в курсе, то есть он разрешал движение российских войск через Беларусь наступать в Украину тогда, в этот момент, в 1922 году. Эти войска убили тысячи, тысячи киевлян, бутчанцев и иркенцев, ну и творили там просто мерзости с точки зрения военной. То есть никаких вопросов Лукашенко почему-то даже наше правосудие, наша правоохранительная система до сих пор не предъявляет. Почему, непонятно. Почему не заведено дело на Лукашенко конкретно за участие в оккупации Украины в 2022 году, в убийстве, участие, это однозначно участие в убийстве тысяч украинцев. Непосредственно Лукашенко и вся его военная команда в этом участвовала. Ну и вот такая тоже информация опять из той же газеты, которую мы уже цитировали, Financial Times, за то, что Россия готовится к вторжению Китая, поэтому военные репетируют сейчас применение ядерного оружия. Издание со ссылкой на секретные военные документы, просочившиеся в сеть, сообщает, что критериями для ядерного ответа в них указано как вторжение на территорию Российской Федерации, так и более конкретное, например, уничтожение 20% российских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами. Издание пишет, что Россия рассматривает план тактического аэрного удара для остановки продвижения юга со стороной волной сил в торжение. Вот это что-то новенькое, я не знаю, то есть это о чем говорит? А просто стандартные такие учения, которые рассматривают любой сценарий, или это все-таки такая глубинная внутренняя неуверенность в прочности, стабильности этого новоиспеченного союза между Москвой и Пекином? Ну, дело в том, что Китай однозначно после развала Российской империи, а он будет тоже, это уже такая формула, просто время туда вставлять надо, Китай точно вернет, будет стараться вернуть военным путем в том числе свои исконно китайские территории. Северное море – это же китайская территория, то есть до Северного моря, до Байкала – это все китайская территория. Исконно, так сказать, россияне любят говорить, исконно русские земли, так это и исконно китайские земли, если уже об исконности говорить. И китайцы однозначно будут готовы выполнить эту задачу, как только Российская империя будет развала. начнёт разваливаться. Ну, естественно, для того, чтобы как-то потрясти мускулами, вот россияне пытаются остановить эти потухи китайцев. Они же уже начали подготавливаться. И разведка же работает, российская в том числе. Они видят перемещение войск китайских. Им не так важен Тайвань, насколько я понимаю, потому что, в принципе, Тайвань — это китайская территория, и так. А им важно восстановить все исконно китайские земли. Потому, я так думаю, что свободная Бурятия, если не успеет отвалиться от россиян до того, как китайцы к ней подойдут, то она будет захвачена китайскими войсками в том числе. Поэтому там большие вопросы ещё по этой территории. И однозначно будет военный путь их решения. Понимаете, вот то, что мы сейчас слышим по поводу Северной Кореи, что в контексте усилившейся кооперации между Москвой и Пхеньяном, вот уже есть информация о том, что 6 тысяч вагонов поступили в Россию, и что это может быть до 3 миллионов артиллерийских снарядов. Я знаю, что в предыдущих эфирах вы утверждали, что, собственно, любая такая поддержка от Северной Кореи, это, по сути, является китайской поддержкой. По крайней мере, без согласия Китая этого бы не происходило. Насколько это нам сейчас угрожает? Здесь тоже разные мнения насчёт того, насколько эффективно и точно это оружие, производимое в Корее, в Северной Корее. Ну, там большой вопрос по количеству. Всё-таки одно дело контейнеры, другое дело сколько там вооружений, какое там вооружение. Потому тут большой вопрос по миллионах снарядов. То есть, если и есть, может быть, чуть больше миллиона, но не триллинг и не больше, это точно. Корея себе не может позволить такого количества отдать, тем более впереди там тоже зреет конфликт, вернее, продолжение конфликта, так это точно. А вот то, что Китай однозначно участвует, может быть, не непосредственно, а посредованно восстанавливая, допустим, то вооружение, которое корейцы дают россиянам, восстанавливая своим вооружением корейские боезапасы. Однозначно. Это такой режим выдавливания. И без такого движения, без восстановления китайскими боеприпасами Корея бы не пошла на какого-то рода сделку уже с россиянами. Потому Китай вот по этим всем сделкам военным с Россией, Китай однозначно участвует и в северокорейских сделках, и в иранских в том числе сделках, так как даже переданные шахеты, это в конце концов, это китайские подсолнух-200. Это беспилотник китайский, который закопипастили иранцы, но собирают из китайских запчастей, потому однозначно Китай даже в шахедах участвует, а сейчас, скорее всего, непосредственно вообще отправляет запчасти уже на сборочные цеха на российские заводы. Ну, это у нас в самом конце, вы упомянули Иран, такая была, знаете, на прошлой неделе ложная тревога насчет 400 зольфугаров этих ракет с двумя, я так понимаю, боеголовками, крайне неприятной штучки. Ройтерс об этом сообщил, это было подхвачено также некоторыми СМИ и в Украине, после этого ГУР утвердил, что это не подтверждается, но так или иначе 400 зольфугаров для врага, это было бы очень неприятно для нас. Ну, дыма без огня не бывает, и, скорее всего, у журналистов есть информация о том, что проводились или проводятся, или проводились какие-то переговоры именно по этим ракетам. А уже само техническое перемещение этих ракет не подтверждено нашими спецслужбами, и спецслужбами наших союзников, потому что его скрыть довольно-таки сложно. Четыре сотни ракет – это серьезная переброска, и их однозначно отследят. А тем более с пусковыми установками, ракеты с рогатки запускать не будешь. Потому именно само техническое перемещение точно увидим, точно обозначим его, на него будет реакция, довольно-таки серьезная реакция будет мирового сообщества, американцы точно подключатся, ужесточать санкции иранцам до уровня северокорейских, это точно. То есть могут довести, ну и Европа тоже подключится. И я не думаю, что это будет там однозначно, раз есть разговоры, значит, когда-то ракеты типа, как северокорейцы передали КН-23, иранские тоже появятся в России, но они тут же используют их по Украине, тут же. Потому можно сказать так, что раз у нас их еще не обозначили на нашем поле боя, значит, их еще нет. Потому что как только северокорейцы поставили КН-23, чуть ли не на второй день они уже полетели в нашу сторону. Там действительно есть проблемы, связанные с точностью работы ракеты, и одних и других, ну, пока они как минимум попадают в планету. То есть вот на 100% можно сказать, что эти ракеты в планету попали. Но доводить будут до определенной кондиции, то есть использовать будут поле боя, как полигон для испытаний и для совершенственного вооружения. И Северная Корея, да и Иран в том числе. Но я не поверю, что это будет 400 ракет. Дело в том, что у иранцев, как и у северокорейцев, впереди серьезная проблема на своем театре военных действий. И я не думаю, что они будут разбрасываться такого рода ракетами. Они им самим нужны. Да, несомненно, так везде становится горячо и на Дальнем Востоке, и на Ближнем Востоке, разумеется. А вот такая вот у нас третья, или кто-то уже говорит, четвертая мировая война уже в действии. Увы, пан Романа, дякую вам. Роман Светан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова